Опломбированный состав подготовлен к отправке в Амурскую область, а через две недели «Союз-2.1Б» в разобранном виде будет уже на Восточном. Вторая пусковая кампания с нового космодрома практически готова к реализации. Носитель выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли. Ритмичную работу по пускам РКЦ «Прогресс» обеспечивает ударными темпами ракету «Союз-2.1Б». Завод должен был изготовить за 24 месяца, а собрали всего за 13. Пока носитель находится в таком вот разобранном виде, а старт запланирован уже на ноябрь этого года. Готовить ракету для второго пуска в Самарском РКЦ начали сразу после первого. Восточный должен работать, а работой сейчас его могут обеспечить только самарские машины. Это будет еще один исторический пуск. Провожать состав в дорогу вышли сотрудники сборочного цеха, руководство предприятия и региона. Гений конструкторской мысли, талант, воплощение в жизнь всего задуманного, высочайшая ответственность, профессионализм – все это о вашем коллективе и коллективе РКЦ «Прогресс». Для нас, поверьте, большая честь, что такое предприятие расположено территорией Самарской области. А на Восточном уже находится третья ракета, которая отправится в космос в декабре. На стартовом комплексе проходят испытательные работы. Начался сухой вывоз ракеты «Союз-2.1А» с разгонным блоком «Фрегат». Сухой – значит, без топлива. Это было необходимо для настройки мобильной башни обслуживания и генеральных испытаний ракеты разгонного блока. 9 октября носитель переведут в режим хранения до старта в декабре. Восточный должен работать в обязательном порядке, в напряженном ритме. И уже после того пуска, который был в апреле прошлого года, мы уже начали изготавливать эти две машины, которые еще не были в контрактных обязательствах. Но мы понимали, что в этом году должны быть запланированы пуски, должны быть обеспечены. Самарские конструкторы работают сразу на четыре космодрома. В этом году они уже обеспечили 11 стартов. До конца года предстоит еще два пуска с Байконура – грузовой и пилотируемой. Два пуска с Плесецка по заказу Министерства обороны и два с Восточного. Еще более масштабные планы на будущий год. РКЦ должен будет собрать больше 25 ракет. Я хочу вас искренне поблагодарить за ваш труд, за вашу высочайшую ответственность. Знаете, я думаю, что если бы с такой же ответственностью работали все чиновники, у нас бы не только ракета летала, у нас бы все бы летало. С точки зрения чистоты и порядка, с точки зрения принятия управленческих решений, с точки зрения подготовки к чемпионату мира по футболу. Сегодня Самарский РКЦ уверенно смотрит в будущее. Заказами прогресс обеспечен как минимум до 2022 года. Недолго вперед предприятие останется ведущим в космической отрасли в мире. Олег Зверев, Константин Головин. События. Продолжение следует...